Эти парни шли вперед, выполняли приказы, преодолевали страх. Андрей Белевцов и Илья Тарусов жили в поселке Октябрьский Чердоклинского района. Сначала на спецоперации отправились на передовую. Они погибли в бою. В честь Андрея и Ильи назвали улицы на Малой Родине. Таблички установили осенью прошлого года, а стало и застроить территории. На здании Октябрьского лицея, в котором учились наши защитники, также установлены мемориальные доски. В районе проводятся спортивные мероприятия в память погибших парней. Самое главное сейчас у нас это память. Для того, чтобы наши ребята помнили наших героев, наших выпускников, которые погибли в спецоперации, мы проводим различные мероприятия. И вот в декабре мы провели уже второй раз, в 2023 году, турнир районный по волейболу памяти Андрея Белевцова. В музее Октябрьского лицея также организовали экспозицию в честь учеников-героев. Друзья и родственники Ильи и Андрея поделились личными вещами и фотографиями бойцов с руководителем музея Галины Скворцовой. Андрей Белевцов у нас учился только три года, 9-й, конец 9-й, завершал 9-й класс, 10-й и 11-й. Он родился не здесь, в Узбекистане, но сначала на втором отделении он жил, а потом 9-й, 10-й, 11-й класс заканчивал у нас. Я его сестру родную учила, вот вы спрашиваете, учила. Я сестру родную с 5-го по 11-й класс учила Ирина Белевцова, вот, поэтому семью я это знаю. Но с Андреем лично не была знакома, но вот когда случилось это событие и случился этот подвиг Андрея, то вот его одноклассники сделали вот такой вот стенд. Это далеко не все жители Чердоклинского района, отдавшие жизни ради мирного неба. Еще один герой, в честь которого назвали Новую улицу, это Эмиль Сибгатулов. Он родился в рабочем поселке Чердоклы 3 сентября 1990 года. После учебы в школе и техникуме проходил срочную службу в Волгоградской области. После армии он отправился на СВО. Героический погиб 4 июня 2022 года, прикрывал своих товарищей при взятии города Светогорска. Награжден орденом мужества посмертно. Его родная сестра Эля ценит то, что память любимого брата чтут в родном районе. Но боль утраты она переносит крайне тяжело. В детстве, когда мы росли, мы играли вместе всегда в любые игры. Футбол. Я с мальчишками, с Эмилькой, потому что у меня брат здесь. Поэтому я среди пацанов играла в футбол. На велосипедах кататься, в походы ходили. Вот здесь вот тоже недалеко. То есть всегда все вместе. Когда уже возрослели, он меня всегда поддерживал. У меня всегда было ощущение, что старше он, а не я. Я какая-то вот, у меня как защита моя была. Он очень мудрый, сильный, был решительным во всем. Вот, ну, настоящий мужчина, воин. Эля каждый день после работы и домашних дел навещает Эмиля на мусульманском кладбище. На мемориале, возведенном в честь любимого брата, Эля несколько раз в неделю наводит порядок. Один памятник по канонам ислама, рядом священный Коран и светский монумент с фотографией. Эти парни живут вечно в сердцах родных людей. В Чердоклинском районе чтят памяти Дмитрия Шабалдина. Сын, папа, двоих дочек, любимый муж. С начала специальной военной операции он защищал родину в составе второго батальона. Погиб при исполнении воинского долга. Он у нас занимался спортом, занимался каратэ у главителя Евгения Васильевича. Прозанимался 8 лет. Ездил по России, был где-то... Есть награды, да, награждения. И учился в 74-й школе. Первой улицей в Чердоклинском районе, названной в честь воина спецоперации, стала улица Владислава Луконина. 7 марта гвардии старший лейтенант ВДВ погиб, выполняя боевое задание. Лучезарный, так называют Влада те, кто его любят. У него было много друзей, семья гордилась его успехами. Баннер с его изображением также установлен в поселке Октябрьский. Глава района Юрий Нестеров знает лично семьи местных героев. Называть новые улицы, а не переименовывать старые. Так и дискомфорта для населения нет. Новые локации уже есть в навигаторах. Подобные перемены не обходятся дорого для районного бюджета. Мы изначально не пошли по пути переименования уже существующих улиц. Потому что они все тоже несут историческую память. Названы честь либо наших земляков-героев из прошлого, либо именами писателей. Люди называли, значит, на тот момент они считали так нужным. Мы не трогаем историческую память, поэтому пошли по пути. Даем название улиц вновь образуемым улицам. Называют улицы буквально всем районам. Преподаватели школ, общественники и просто неравнодушные жители предлагают Юрию Нестерову кандидатуру. Как правило, люди выбирают истинных идейных патриотов. Почему это важно? Потому что ребята, которые сейчас воспитываются в детских садах, в школах, к сожалению, уже не видели живых ветеранов Великой Отечественной войны, как наше поколение. И поэтому на примере вот этих героев, а ребята, которые с честью и достоинством защищают наше светлое будущее на Украине, в ходе специальной военной операции, отдают самое важное – свою жизнь за нас, за наших детей. Это пример, хороший пример для молодежи. Жители Чердоклинского района регулярно отправляют гуманитарку за ленточку. Все, начиная от школьников, заканчивая пенсионерами, участвуют в главной миссии. Утрата коснулась и самого главу администрации. Друг и соратник Юрия Нестерова, Александр Добролюбов, погиб во время специальной операции. И было больно, зная историю Александра, как он учился в Засвияжской школе, когда затем работал помощником депутата. И всегда он хотел сделать для города, для родного района, для страны что-то хорошее. Заслуги Петра Минеева перед Отечеством увековечили в спортивной школе Чердоклинского района. 26 февраля 2022 года он героически погиб во время бомбардировки под Гастомелем, участвовал в специальной военной операции и был посмертно награжден Орденом Мужества. Школа, которой присвоили имя героя, выбрана не случайно, ведь семья Минеевых тесно связана со спортом. Новые улицы в поселке Октябрьский, Красном Яре, в Чердоклах. Скоро на них построят дома. История продолжится в поколениях. Память будет вечной. О наших ребятах, их подвигах и мужестве.